В этом видео мы рассмотрим все основные моменты, которые есть в JavaScript за один час, начиная с самых основ и переходя к более сложным концепциям. Этот ролик не подойдет для начинающих, потому что здесь все будет довольно-таки быстро, но при этом он подойдет для тех, у кого уже есть база либо в JavaScript, либо в других языках программирования, для того, чтобы составить свое мнение о том, что из себя представляет JavaScript. И будем все разбирать, каждую отдельную тему, в отдельных файлах. Начнем с самых основ, переменные и константы. Для констант существует ключевое слово const, и дальше мы можем прописывать название этой константы и заносить сюда значение. Учитывая, что это константа, то мы не можем после менять это значение, это будет ошибка, поэтому здесь я ее закомментирую. При этом при выборе названий для константы или переменных в JavaScript существует конвенция, которая называется camelCase, и в случае, если в названии два или больше слов, то первые пишутся с маленькой буквы, и остальные пишутся с большой буквы. Это называется camelCase. Для того, чтобы создавать переменные, существует ключевое слово let, и, скажем, это будет у нас lastName, Smith. Но при этом, скажем, прошло 4 года, кто-то вышел замуж, и мы меняем спокойную фамилию на Jones. То есть такая запись возможна в случае, если это у нас именно переменная. В JavaScript мы можем создавать переменные или константы, начиная с нижнего подчеркивания, либо, например, со знака доллара. То есть это все абсолютно валидно, и также можем заканчивать такими же символами. Это не является ошибкой. При этом мы можем заканчивать название, скажем, с числовыми значениями, но не можем начинать с чисел. Это у нас будет ошибка, так делать тоже нельзя. Поэтому это я комментирую. Теперь давайте поговорим про операторы. Предположим, я создам переменную currentYear, который будет в значении 2024, когда я записываю ролик. И, скажем, у меня будет другая константа. Константы, потому что дату рождения невозможно изменить. Пусть будет 1993. И мы хотим вычислить возраст. Я создаю переменную age, и из текущего года я вычитаю дату рождения. После чего мы получаем уже соответствующее значение в нужной переменной. С учетом того, что здесь мы работаем с числами, то оператор минус здесь будет работать точно так же, как работает в математике. При этом мы можем делать дополнительные манипуляции с числами. Например, если мы хотим увеличить на единицу, то мы можем использовать оператор плюс-плюс, как в C++. Аналогичным способом мы можем записывать следующим образом. Плюс равно единице. И тогда мы прибавляем единицу к нашей переменной. Либо же аналогичная запись, более длинная, когда мы переопределяем переменную age на предыдущее ее значение плюс единица. Каждая из этих записей примерно идентичная. Если же мы хотим вычесть нужное количество значений, то мы можем написать age минус равно 3. И таким образом вернем его в исходное положение, потому что здесь мы добавили 3 единицы. Дальше, для того чтобы посмотреть, что у нас находится в переменной, то мы можем использовать конструкцию console.log и выводить нужные переменные. Я буду запускать все на платформе Node.js, то есть с помощью терминала. И для этого я напишу node01base. И в итоге мы получаем здесь значение 31. Дальше присутствуют операторы сравнения. Например, мы можем спросить, больше ли age значение 42. Если посмотрим в консоли, то мы здесь получаем значение false. Это boolean тип. Про типы данных мы сейчас поговорим. И, соответственно, мы можем делать строгое неравенство, мы можем делать нестрогое неравенство, добавляя знак равно. В данном случае мне vs-код превращает это в приятный символ, но здесь написано именно больше и равно. Если так же посмотрим, то мы получаем false. Но при этом, если мы вернем на 31, то мы получаем здесь true, потому что в переменной age хранится значение 31, и 31 больше или равно значению 31. Если мы сделаем здесь строгое неравенство, то тогда мы получим здесь, соответственно, false. При этом, что интересно, присутствует знак сравнения. Например, мы хотим сравнить age, и здесь я ставлю 2 равно, то есть 1 равно — это оператор присвоения, 2 равно — это оператор сравнения. И мы здесь сравним со строчкой 31. Если посмотрим в консоли, то в итоге мы получаем здесь значение true. То есть при нестрогом сравнении 31 число равняется строчке 31. Учитывая, что JavaScript не строго типизируемый, то такие нюансы возможны. Поэтому существует другой оператор, это 3 равно подряд, который сравнивает и на значение, и на тип. Если мы посмотрим, то теперь мы получим значение false, потому что число не равно строке. Но при этом, если мы превратим это в число, то мы, соответственно, получим здесь значение true. Теперь давайте поговорим про типы данных. В JavaScript на текущий момент есть 8 типов данных. И давайте начнем с использованием оператора typeof, который показывает, какого типа у нас значение. Начнем с значения true. А это я закомментирую, чтобы нас не отвлекало. Если посмотрим на true, то мы здесь получаем первый тип данных — это boolean. В boolean есть два значения true или false — истина или ложь. Соответственно, на каждой итерации мы получаем здесь boolean. Следующий тип данных — это будут строки. Можно указывать их в кавычках, причем используются либо двойные, либо одинарные кавычки в JavaScript. И это у нас будут строки. Мы можем также добавлять здесь какие-то значения и в итоге все равно получать нужный нам тип данных. Следующий тип данных — это числа. Мы уже с вами их разбирали. И по факту это просто number. Числами могут являться как целочисленные значения, так и, например, flow-значения, то есть с дробной частью. Следующий тип данных, который мы рассмотрим чуть позже, более подробно, — это объект. И он определяется через фигурные скобочки. Мы можем добавлять здесь какие-то значения, ключ и значения. И получаем четвертый тип данных — это объект. При этом существует следующий тип данных. Например, он возможен, когда мы создаем какую-то переменную, но не задаем ей значения. Если мы посмотрим на x, то мы получаем здесь undefined. Undefined — это отдельный тип данных, в котором присутствует одно значение. Ну, или мы можем его явно прописывать undefined. Следующий тип данных. Здесь нужно быть аккуратным с ним, потому что он называется null. Но если мы на него посмотрим, то мы получаем в консоли object. И это один из нюансов JavaScript, когда мы применяем оператор typeof к нулу, он не показывает его тип данных, поэтому в данном случае мы просто можем в консоли вывести null. Null — это отдельный тип данных, где присутствует всего лишь одно значение — null. То есть пустота — ничего. Следующий тип данных относительно новый. Он называется symbol. Определяется он таким вот образом. И он служит для того, чтобы формировать уникальные значения, например, ключи для различных объектов. Последний тип данных, который нам необходимо рассмотреть, называется bigint. И он определяется таким вот образом. То есть он очень похож на число, но при этом в конце дописывается буковка N. Либо таким образом, либо мы можем записать явно bigint и сюда передать там какое-нибудь значение 10. Тип данных bigint, он служит для того, чтобы мы могли иметь возможность работать с очень большими целочисленными значениями, и при этом результаты наших вычислений не терялись. Также стоит учесть, что есть некоторые нюансы. Например, есть такое специальное значение в JavaScript. Называется оно none. Переводится как not a number. Если мы посмотрим на то, как работает оператор typeof с ним, то в итоге мы получаем здесь число. Это достаточно забавно, потому что переводится как это не число, но при этом тип данных у none — это именно число. Мы можем его получить, это значение, например, разделить какое-нибудь число на undefined. То есть при комбинации этих типов данных оператор деления не определен, поэтому мы здесь и получим не число. То есть если посмотрим в консоли, мы получаем, соответственно, none. Следующая тема. Давайте разберем, как работают if-ы. И для этого примера я создам константу myStatus. Допустим, он будет находиться в значении pending. Предположим, что у нас есть три значения для этого статуса. Это, например, ready, pending и failed. И в зависимости от текущего статуса нам необходимо что-то вынести в консоль. Давайте для того, чтобы это нам не мешало, я закомментирую. Для этого мы прописываем. Если myStatus равняется, например, ready, то тогда в фигурных скобках мы в консоли выведем, скажем, let's go. Если же статус находится в другом значении, например, pending, то здесь мы пишем иначе, если myStatus, видите, здесь я использую тройное равно, равняется pending, то тогда в консоли мы выведем, например, bePrepate. И иначе нам нужно обработать третье значение. Здесь мы уже, в принципе, не можем прописывать if, потому что мы понимаем, что больше вариантов у нас нет. Этот statement будет определяться для значения статуса failed. Допустим, так давайте и напишем failed. Теперь, если мы запустим наш скрипт, мы получаем bePrepate, потому что myStatus находится в значении pending. Если у меня будет значение ready, то тогда мы получим, соответственно, let's go. Если failed, то тогда мы получаем значение failed. Дальше давайте поговорим про функцию. И функции в JavaScript определяются с помощью ключевого слова function. Предположим, я хочу создать функцию, которая будет вычислять возраст либо человека, либо какого-то элемента. Сюда мы передаем параметр, в зависимости от которого мы будем делать нашу логику. И мы хотим вернуть какое-то значение как результат работы этой функции. Для этого мы пишем здесь return. Дальше нам необходимо определить текущий год. Мы можем это сделать с помощью конструкции newDate. Это конструктор, который работает с датами в JavaScript и вызвать его метод getFourYear. И дальше вычесть год, который мы передали. Теперь, если мы посмотрим в консоли, например, на результат работы функции calcH, скажем, с числом 1993, то мы получаем, что людям, которые родились в 93-м году, в этом году будет 31 год. При этом, если, например, мы сюда передадим 2025, то есть это следующий год, мы получим здесь минус единицу. То есть не совсем тот результат, который мы ожидали. Поэтому мы можем дописать логику для данной функции. Например, я создам локальную константу date, и дальше спрошу, если date у нас меньше или равно нулю, то тогда мы вернем здесь строчку, скажем, you are not born yet. А иначе, если этот if не выполнился и return мы не сделали, то тогда мы просто вернем здесь date. Если мы перезапустим скрипт, то мы получаем строчку you are not born yet. Если же мы передадим сюда какое-нибудь другое значение, скажем, 2020, то тогда мы просто получаем нужное значение. Таким образом работают функции. Давайте пока все это я закомментирую, чтобы нас не отвлекали консоли. И следующая тема, которую разберем, это массивы. Массивы — это просто набор определенных данных в одной конструкции. И, скажем, я создам массив cars. Можно его создавать с помощью конструкции new array, но обычно этим никто не пользуется, потому что есть запись намного проще через просто квадратные скобочки. Здесь мы перечисляем любые значения. Это могут быть числа через запятую, это могут быть объекты через запятую, но в нашем случае мы будем работать с строками, поэтому их я описываю в кавычках. Пусть будет Porsche, пусть будет BMW. Что мы можем делать с массивами? Мы можем понять, сколько в нем есть элементов с помощью его свойства length. Мы можем посмотреть на примерно первый элемент, в данном массиве, обращаясь к его индексу. Индекс мы обозначаем в так же квадратных скобках. Индексы начинаются с нуля. То есть если мы хотим посмотреть на первый элемент, то мы здесь обращаемся к нулевому индексу. Если посмотрим, то мы получаем здесь значение 3. Это количество элементов, и Tesla — это первый элемент. Если мы хотим посмотреть на первый индекс, то есть на второй элемент, мы, соответственно, ставим здесь единичку. При этом, если мы хотим узнать, какой есть последний элемент, но мы не знаем длину массива, то мы также можем обратиться к длине этого массива и вычесть единицу, потому что индексы всегда на единицу меньше. И таким образом мы здесь получим значение BMW. Для того, чтобы делать итерацию по массивам, нам достаточно воспользоваться базовым циклом for, где на каждой итерации мы будем создавать какой-то индекс. Дальше мы будем говорить, что мы хотим с ним делать. Но перед этим нам необходимо обозначить, до какого условия нам необходимо итерировать данный массив, то есть выполнять цикл. До тех пор, пока i будет меньше carsLength. Таким образом. И дальше в фигурных скобках мы можем в консоли смотреть на каждый элемент этого массива, например, обращаясь к этому массиву и передавая сюда динамический индекс. Если мы посмотрим, то мы получаем итерацию по массиву. Также внутри цикла мы можем создавать локальные константы, например, car, где будем определять ее по индексу и дальше уже смотреть на эту машину. Например, мы можем трансформировать каждую машину, скажем, приведя ее к верхнему регистру, учитывая, что это у нас строчка с помощью метода toUpperCase. И теперь мы получаем каждый элемент в верхнем регистре. Но в современных реалиях JavaScript есть более простой синтаксис для итерации массива, например, также с помощью цикла for, где мы на каждой итерации создаем переменную car из массива cars. И здесь мы можем также посмотреть на то, что у нас является в переменной car. И мы опять же получаем здесь итерацию. Данный синтаксис, он просто лаконичнее и более современный. При этом в массивах присутствуют различные методы. Например, если мы хотим добавить какой-то элемент в конец этого массива, то мы можем использовать метод push. Скажем, сюда мы добавим ауди. И давайте будем смотреть на этот массив. Если мы делаем метод push, то мы добавляем ауди в конец. Если мы хотим добавить какой-либо элемент в начало этого массива, то мы делаем метод здесь unshift. Пусть в начало у нас идет ламба. Если посмотрим, то вначале мы получаем ламбу, и потом мы получаем ауди в конце этого массива. При этом по аналогии присутствуют другие методы, которые наоборот удаляют элементы из массива. Если мы хотим удалить последний элемент массива, то тогда мы используем метод pop. И метод pop, кстати, он возвращает нам отдельную константу, которая содержалась в этом массиве. Если мы посмотрим, то видите, ауди здесь нет, но при этом, если мы посмотрим на last car, то мы здесь получаем как раз таки ауди. То есть мы ее достали из массива, и по аналогии присутствует метод shift, который также достает первый элемент этого массива. То есть здесь мы пишем first car. Если посмотрим, то видите, ламба удалилась, но при этом в константе first car у нас находится значение ламба. Также у массивов присутствует довольно-таки большое количество методов. Мы про них поговорим тоже подробнее дальше. Но, например, мы можем использовать такой метод, как cars2reversed. И если мы посмотрим, то мы получаем тот же самый массив, но уже в обратном порядке. Что интересно, такой метод, он не меняет исходный массив и возвращает нам новый. По аналогии есть toSorted, например, который сортирует массив. Окей, идем дальше. Давайте пока консоли я удалю, чтобы они нас не отвлекали. Кстати, исходный код вы сможете найти в описании к этому видео и сможете также поиграться с основами JavaScript. Сейчас же мы будем говорить про объекты, и объекты в JavaScript определяются через фигурные скобки таким образом. Дальше мы описываем здесь ключ и значение, где ключ — это название просто поля, а значение — это его конкретное значение. Например, я хочу обозначить имя этого человека. FirstName пусть будет Владилен. LastName пусть будет Minin. Дальше мы можем сюда добавлять любые типы данных на самом деле. Скажем, год 1993. Мы можем перечислять в массиве, какие языки знает данный персонаж. Например, английский, русский, немецкий и так далее. Можем добавлять Boolean значения. Является ли человек программистом? Да. И можем добавлять сюда различные функции. Например, функцию grid. Тут присутствует большое количество вариантов, как оформить функцию. Самый простой из них — просто поставить круглые скобки и дальше фигурные скобки. Здесь мы можем написать hello from person. Дальше мы можем смотреть на этот объект. То есть если мы просто сюда передадим person и посмотрим на него, то мы получаем перечисление его полей и ключей. Мы можем обращаться к конкретным ключам данного объекта, например, таким образом, и получить его имя. Либо, если мы хотим получить доступ к фамилии, существует альтернативный синтаксис, также через квадратные скобки, но здесь в строковом формате мы описываем, какой ключ нам необходим. При этом мы можем использовать динамический ключ, то есть я создам константу key, которая будет равняться, например, year. И мы можем получить доступ к какому-то значению по динамическому ключу. Да, и сейчас мы должны получить 1993. Такой способ, он необходим, например, для итерации объектов через цикл. Ну и что касается функции, то если метод определен внутри объекта, то мы можем спокойно его вызвать. Например, написать person, grid. И таким образом мы получим приветствие от данного объекта. Давайте теперь подробнее поговорим про функции. Для этого я создам следующий файл, funx.js. И существует на самом деле два способа создания функции в JavaScript. Первый называется function declaration. Он выглядит следующим образом. Мы его уже разбирали. Когда мы создаем какую-то функцию через ключевое слово function. И, например, давайте здесь принимать какой-нибудь параметр. Скажем name. И будем выводить здесь значение hello from. Ну и сюда передадим наш параметр. Это у нас как раз таки function declaration. При этом есть другой способ создания функции. Он называется function expression. Отличается он тем, что вначале мы создаем как бы константу или переменную. Например, grid2. И дальше мы сюда складываем значение функции. Здесь будет аналогичный функционал. Единственное, что мы здесь добавим два. И если посмотрим, то пусть будет первый вызов с параметром max. И второй вызов с параметром, скажем, елена. Теперь давайте запустим данный скрипт. И мы получаем hello from max и hello from елена. Разница между двумя этими способами заключается в том, что в случае, если мы используем function declaration, то мы можем вызывать эту функцию до ее определения. В отличие от function expression. То есть, если я перенесу вызов наверх, то в первом случае все будет хорошо, а во втором случае мы получим здесь ошибку. Запускаю. И мы получаем здесь ошибку. Хотя первая функция, она отработала. Если мы закомментируем grid2 и заново запустим скрипт, то видите, все хорошо. Если мы перенесем grid2 после того, как мы определили наш метод, то тогда тоже ошибок никаких не будет. Это связано с тем, как работает интерпретатор в JavaScript. При этом есть важный момент при работе с функциями. Если мы применим оператор typeof к функции, а напоминаю, что этот оператор определяет тип данных, то в итоге мы здесь получим function. Хотя на самом деле, с точки зрения типов данных, функции являются объектами в JavaScript. Но здесь это сделано для удобства, чтобы мы могли идентифицировать, является ли функцией вот это вот название или нет. Также в JavaScript функции мы можем создавать с помощью альтернативного синтаксиса. Это называется стрелочные функции. Например, я создам константу error, и она будет определяться следующим образом. Здесь я ставлю круглые скобки, и дальше ставлю равно и знак больше. Видите, VS Code мне его переделывает. Это называется стрелочная функция, и дальше в фигурных скобках мы описываем функционал. Давайте его продублируем из нашей функции grid. Также можем сюда принимать какой-либо параметр. Если мы его вызовем с параметром maxim, то тогда мы получаем helloFromMax. С учетом того, что данная стрелочная функция содержит в себе всего лишь одну строчку, то у нас нет необходимости ставить фигурные скобки, и мы можем от них избавиться и просто написать в одну строчку, что сильно упрощает написание какого-либо функционала. При этом также стоит учитывать, что существуют функции, которые не просто выводят в консоль лог какие-то строчки, они могут выполнять какие-то математические операции. Например, я хочу создать функцию, которая возводит во вторую степень. Мы принимаем здесь какое-то число, и дальше нам нужно сделать оператор return к этому числу, которое мы возводим в степень двойки. Кстати, этот оператор как раз-таки этим и занимается. Теперь если мы посмотрим повдва, например, на пятерку, и также нам необходимо вывести это в консоль, чтобы увидеть результат, то мы здесь получаем 25. Но опять же, стрелочные функции устроены таким образом, что в случае, если тут есть только одна строчка, то мы можем написать таким образом, и по умолчанию будет считаться, что здесь мы делаем return. То есть если заново запускаем, то мы получаем 25. При этом мы можем выставлять параметры по умолчанию. Скажем, если мы не передали сюда никакого числа, то тогда у нас будет ошибка. Мы получаем здесь none. Потому что нам в данном случае является undefined, и undefined умножить, возвести во вторую степень, будет непонятно что. Но при этом мы можем делать таким вот образом и ставить значение по умолчанию, скажем, двойки. То есть если мы ничего не передали, тогда мы получаем здесь 4. Стрелочные функции применяются, например, при работе с массивами. То есть давайте покажу практический пример. Скажем, у нас есть массив, состоящий из чисел. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас массив, и мы можем применять к нему различные операторы, например, оператор map. Мы хотим, чтобы каждое значение в этом массиве также было возведено во вторую степень. И в случае, если мы используем метод map, то сюда мы должны принять goback, то есть функцию, которая говорит нам, а что необходимо сделать. Мы можем оформить ее через ключевое слово function, написать return и так далее. Но это довольно-таки громоздко, поэтому лучше здесь использовать стрелочные функции. Таким вот образом. Это у нас, допустим, будет n. и также продублируем функционал. Если мы посмотрим, то теперь каждый элемент массива он возведен у нас в квадрат. Но при этом, с учетом того, что у нас уже есть такая функция, то мы можем передать ее прямо как reference и таким образом сократить время на код. И также видим, насколько читаемо и красиво это выглядит. Таким образом можно писать довольно-таки мощный функциональный код в данном языке программирования. По аналогии с методом map присутствует очень полезный метод, который называется filter. И метод filter, он фильтрует нам массив и возвращает новый. То есть, например, на каждой итерации мы будем получать здесь элемент из массива и будем сравнивать его. Возвращать только те элементы, которые ровно делятся на 2. И в итоге мы здесь получим, как результат работы всего этого стейтмента, мы получаем новый массив, который содержит в себе нечетные числа. То есть, этот оператор отфильтровал нам четные. Также стоит обозначить еще один очень важный метод, который присутствует для работы с массивами. Давайте для этого я напишу тестовую функцию, которая будет суммировать все входящие параметры. Но при этом нюанс такой функции заключается в том, что мы не знаем, а сколько параметров мы сюда передадим. Например, мы хотим вызвать метод sumAll с значениями 1, 2, 3, и также мы хотим вызвать его со значениями 1, 2, 3, 4, 5. Как нам написать универсальную функцию, которая будет это выполнять? Для этого в JavaScript присутствует специальный оператор, который называется rest. rest — это три точки. И дальше мы говорим, в какой массив нам необходимо сложить все входящие параметры. То есть, all у нас является массивом. Ну и теперь мы можем выполнить эту логику. Например, создать переменную res. Дальше с помощью цикла forOf пройтись по всему этому массиву. То есть, let n of all. И дальше res сделать плюс равно n. После чего мы вернем данное значение. Если мы посмотрим, то в первом вызове у нас будет значение 6, ну и потом мы получаем 15. Но при этом присутствует более удобный метод, который решает те же самые задачи. Мы можем обратиться к нашему массиву all и вызвать метод, который называется reduce. Метод reduce приводит массив к одному значению. И первым параметром он принимает в себя callback. Мы его опишем как стрелочную функцию. У этого callback есть первый параметр аккумулятор, который изменяется при каждой итерации. И конкретный элемент в текущей итерации. Значит, здесь мы будем делать следующим образом. Давайте мы вернем. Будем изменять аккумулятор. И на каждой итерации прибавлять к нему значение n. То есть элементы этого массива. А вторым параметром в метод reduce мы передаем начальное значение. И в нашем случае это будет 0. Теперь давайте посмотрим. Мы получаем здесь undefined. Почему? Потому что здесь мы получили число, но его не вернули. То есть здесь нам также необходимо дописать return. Получаем те же самые значения. Ну и в случае, если мы обозначаем, что начальное число, с которого нужно начинать, это 10, то мы получаем, соответственно, результат, увеличенный на десятку. Также при работе с JavaScript необходимо проговорить такую вещь, как замыкание. И давайте я покажу на простом примере, что это означает. Предположим, у меня есть метод, который называется createMember. И данный метод, он будет принимать в себя параметр firstName, то есть первое имя человека. Концепт замыкания здесь заключается в том, что внутри функции мы можем организовать внутреннюю функцию, которая будет получать доступ до значений из верхней, то есть родительской функции. И таким образом она замкнет в себе это значение. Сейчас покажу пример, и будет понятнее. То есть здесь мы можем вернуть новую функцию, которая уже в свою очередь будет принимать параметр lastName. И, например, в консоли мы будем просто выводить результат как firstName плюс пробел плюс lastName. Результатом этого стейтмента является строчка, поэтому здесь я добавляю пробел, чтобы оно лучше читалось. Теперь в чем заключается концепция. Мы можем создать новую функцию, которую я назову logWithLastName. Вызываю createMember, и здесь мы замыкаем одно имя, например, John. Почему это является функцией? Потому что результатом работы функции createMember является функция. То есть logWithLastName теперь равняется вот этой функции. И, соответственно, сюда мы можем передавать параметр lastName. Давайте на него и посмотрим. Допустим, здесь я передам doll. И мы получаем здесь соответствующий результат. И также теперь эту же функцию я могу вызвать с параметром, например, smith. И в итоге мы получаем одно и то же имя. То есть имя John, оно было замкнуто. Но теперь, вызывая эту функцию с разными параметрами, мы получаем соответствующий результат. Теперь давайте поговорим более подробно про объекты. Давайте для этого я скопирую объект, чтобы немножечко сократить время объяснения. У нас уже есть первый персонаж. Что еще здесь стоит учитывать при определении объектов? То, что присутствуют различные комплексные ключи. То есть, например, мы можем их обозначать через кавычки. И, например, здесь указывать значение через пробел. Тоже будет являться ключом этого объекта. Также мы можем делать различные вычисления в ключах этого объекта. Это описывается через квадратные скобочки. Ну, например, если напишу строчку key, нижнее подчеркивание, плюс 1, плюс 2, например. Да, если, опять же, мы посмотрим сейчас в консоли на то, что такое у нас person, то мы здесь получаем комплексный вычисляемый ключ 3. Ну, очевидно почему. И также присутствует ключик с пробелом. Помимо того, что мы можем создавать методы внутри объекта таким образом, мы можем создавать и стрелочные функции. Они описываются через двоеточие. И дальше мы прописываем тело функции. Например, console.log.error. И давайте посмотрим, как это будет работать. Person. Мы получаем соответствующий результат. И также давайте я, допустим, создам функцию здесь info. Кстати, ее можно создавать через ключевое слово function. Это абсолютно идентичная запись, как показано здесь. Но это просто более старый способ. И здесь давайте выведем вот такую интересную конструкцию. Console.log. My name is. И здесь мы обратимся к ключевому слову this.name. Интуитивно понятно, что this указывает на объект, в контексте которого мы сейчас работаем. То есть в теории это должен быть person. И только учитывая, что у нас нет name, давайте обратимся к first name. Теперь вызовем этот метод info. И давайте посмотрим, что он нам выдает. Он нам выдает соответствующую строчку. My name is.vladelen. То есть в данном случае ключевое слово this, определенное вызванное в функциях в рамках этого объекта, указывает на ключи этого объекта. И мы можем обращаться к другим, например, к year, и получать соответствующие значения. То есть каждый раз не указывать person. Важное исключение являются стрелочные функции, которые не создают такой контекст. То есть в стрелочных функциях мы не можем обращаться к ключевому слову this. Потому что в данном случае, если мы вызовем метод error, оно будет указывать вовсе не на объект, оно будет указывать на то, что стоит выше. В рамках Node.js в консоли нам показывается пустой объект. Если вы запустите это в браузере, то он покажет вам глобальный объект window. Но при этом, если мы посмотрим на this, который указан в обычной функции, то тогда он должен показывать нам сам объект. Теперь, какие операторы присутствуют при работе с объектами. Например, нам не нравится error, потому что он пока не интуитивно понятный. Так что мы хотим его просто удалить. Удаляем person. Мы можем обращаться к любому из полей. И теперь, если посмотрим на person, то мы увидим наш исходный объект, но у него не будет присутствовать уже ключа arrow. Есть такое понятие, как деструктуризация. Например, мы хотим получить конкретные ключи из нашего объекта. То есть мы можем написать здесь фигурные скобочки. Мы создаем какие-то константы из объекта person. И дальше мы указываем их по порядку. Например, firstName, lastName, year. Теперь, если мы будем в консоли смотреть на каждую из этих констант, они будут находиться в значении, которое есть у объекта. Но это сделано для удобства, чтобы каждый раз не писать, например, таким вот образом, const, допустим, length равно person length. Видите, тут повторяется символ, и поэтому от такого синтаксиса ушли. При этом есть значение по умолчанию. То есть, скажем, если мы хотим достать также константу not found, мы знаем, что ее нет в нашем объекте, мы можем добавить какое-то значение по умолчанию. Например, 404. Да, и теперь, если посмотрим на нее в консоль, на эту константу, давайте здесь сделаем not found, то мы получим 404. Но при этом, если мы определим данный ключ в самом объекте, то тогда мы получим его значение 42. Если же мы хотим получить, сделать итерацию по всем ключам этого объекта, то мы можем воспользоваться следующей конструкцией object keys. Данная конструкция вернет нам в виде массива ключи всего этого объекта. Мы можем проверить это, применив консоль log. Да, и мы получаем здесь, видите, массив, состоящий из строк, которые являются ключами этого объекта. И дальше мы можем, например, с помощью такого цикла, как forEach, применить его к массиву, да, потому что вот это у нас является массивом. На каждой итерации мы будем получать ключ вот этот вот динамический. И, например, в консоль log вывести person и дальше key, да, как мы рассматривали до этого. Здесь давайте от консоль log избавимся, потому что уже есть внутренний. Если посмотрим, то мы получаем здесь все наши необходимые значения. При этом также стоит окунуться в базу, которая есть при работе с объектами. Например, в объекте person у нас присутствует метод info, который выводит пока что this. Давайте он будет выводить нам firstName. И, например, у нас есть другой объект. Давайте его создадим как person2. У него будет ключ firstName находиться в значении максим. И задача заключается в том, чтобы вызвать метод info, но не с person, а со значениями этого объекта. Как это сделать? Мы можем обратиться к person, обратиться к его методу info, и дальше у функции вызвать метод, да, в JavaScript это возможно, скажем, bind, который меняет контекст вызова. И, например, сюда мы передадим person2. То есть теперь мы bindим функцию info с объектом person2, то есть this будет указывать теперь на person2. И, соответственно, теперь мы должны здесь получить myName is Maxim. Учитывая, что bind возвращает нам функцию, мы можем поставить ее в константу bound, вызвать ее, и посмотреть, что у нас получается. Мы видим, что у нас действительно получается myName is Maxim. Если же мы будем bindить на самого person, то тогда мы получаем здесь владелен, потому что в его контексте firstName находится в этом значение. По аналогии присутствуют подобные методы. person info, метод call, который делает то же самое, что и bind, но при этом он сразу же вызывает эту функцию, ничего не возвращая, ну, кроме самого результата работы функции. Да, и сюда мы можем передать person2, например. Смотрим и получаем здесь максим. И также присутствует метод apply, который делает абсолютно то же самое, что и call, но в случае метода call мы передаем параметры дополнительные, которые можно потенциально принимать эта функция через запятую, допустим, 1, 2 и так далее. В случае же метода apply мы принимаем всего лишь два параметра, где все остальные параметры указываются в массиве. Это единственная разница, но про это стоит знать. Про это спрашивают на собеседованиях. У меня есть подробный видос на канале, как проходить собеседование со всей теорией по JavaScript. Также необходимо сказать пару слов еще про такую вещь, как прототипы. И для этого давайте я создам файл index.html. С помощью emet создам базовую структуру и напишу здесь скрипт. Нам это нужно для того, чтобы чуть проще смотреть на устройство объектов. И предположим, у меня будет здесь базовый объект, у которого будет метод, скажем, sayGreat, и он будет делать такую комплементарную вещь, как говорить вам, что вы великие. Теперь давайте запустим это в браузере. Я запущу это в дефолтом браузере и посмотрю в консоли, что нам оно показывает. Если мы обратимся к нашему объекту opt, то мы видим, что у нас тут присутствует метод sayGreat. То есть, если я вызову этот метод, то мы получаем значение you are great. Но вот что интересно. Мы определили всего лишь один метод в данном объекте. И в случае, если я здесь вызову метод, например, toString, то, видите, все работает. То есть, такой метод у нас тоже есть. Вы можете спросить, а почему вообще это работает? И здесь все как раз таки кроется в концепции прототипов, на котором построены все объекты в JavaScript. Если мы в консоли выведем такое значение, как opt, два нижних подчеркивания, proto, и посмотрим на них в браузере, то здесь мы получаем отдельный объект, который содержит в себе ссылку на прототип любого объекта в JavaScript. И здесь мы можем увидеть как раз таки метод toString, который мы до этого вызывали. Если чуть проще, то если мы посмотрим на объект в консоли, то когда мы его раскрываем, мы видим, что есть метод, который мы определили на одном уровне с полями и так далее. Но также еще есть прототип, который ссылается на базовый объект. И если мы его раскроем, то здесь уже присутствуют остальные свойства. То есть если на этом уровне он не находит методы, которые мы вызываем, он идет в прототип, и такую цепочку прототипов можно делать довольно-таки долгой. Опять же, на канале есть подробный ролик по этому поводу, ознакомьтесь, и вам будет понятно. Идем дальше. И следующую концепцию, которую разберем, это асинхронность. Давайте 0.4, async.js. В JavaScript у нас есть возможность писать асинхронный код, и вот примерно как это выглядит. Самая база начинается с такого метода, как setTimeout. Метод setTimeout принимает в себя функцию. Мы можем описывать ее таким образом, но либо более лаконичный вариант именно со стрелочной функцией. И второй параметр — это число, через сколько необходимо вызвать данную функцию. Этот параметр определяется через количество миллисекунд. То есть если мы хотим сделать 2 секунды, то я сюда передаю 2000. И, например, в консоль лог я укажу значение after2seconds. Теперь, если мы запустим данный скрипт, то вначале ничего не происходит, но спустя 2 секунды мы получаем заветный консоль лог. При этом по аналогии присутствует другой метод, который называется setInterval. Давайте здесь я напишу interval. И запустим заново скрипт. Через 2 секунды мы получаем тайм-аут, но интервал будет выполняться периодически каждые 2 секунды. То есть таким образом мы можем делать повторяющиеся действия. Например, менять дату и время в часах. Чтобы, кстати, выйти из консоли, можно нажать Ctrl-C. Для того, чтобы очистить тайм-аут или интервал, мы можем занести результат его работы в отдельную константу, тайм-аут, например, и почистить его с помощью метода clearTimeout. То же самое будет работать и для интервала. То есть когда мы почистили тайм-аут, в консоли мы теперь вообще ничего не получим, потому что мы его создали, а потом сразу же очистили. Поэтому этот метод и не выполняется. Если мы это сделаем с интервалом, то давайте его почистим только через какой-нибудь, тайм-аут. Я принесу логику сюда. Допустим, я его почищу через 7 секунд. И здесь я вызову метод clearInterval и сюда передам константу интервала, которая отвечает за данный функционал. Теперь мы должны увидеть несколько консоли логов, но спустя 3 вызова программа завершится, потому что мы этот интервал почистили. В качестве небольшой практики мы можем создать метод, который называется, например, delay, и обернуть в него функционал тайм-аута. Здесь мы будем принимать какую-то функцию. Кстати, функции можно передавать как референс в JavaScript. И, например, какой-нибудь параметр, который мы поставим по умолчанию в значение 1000. То есть сколько ждать? Если мы не передали параметр, то тогда по умолчанию будет 1 секунда. И дальше мы вызываем это setTimeout с функцией и с параметром wait. То есть в целом мы сделали то же самое, не сильно полезную работу, но при этом теперь наш вызов может быть более лаконичный. After one second. Если запускаем, через секунду мы получаем результат. Но при этом мы можем его кастомизировать, скажем, это сделать через 2 секунды. Давайте проверим. Да, это работает. Но, как я уже и сказал, то, что мы создали такую функцию, это не очень полезно, потому что мы все равно находимся в callback, не очень удобно этим управлять. Даже в JavaScript присутствует такое понятие, как callback hell. Это когда огромное количество вложенных функций внутри присутствует. В общем, это не очень масштабируемая и гибко, поэтому для работы с асинхронностью в JavaScript присутствует другая концепция, которая называется промисы. Давайте посмотрим, как с помощью промисов мы можем создать тот же самый delay, но более удобно с ним работать. Я создаю delay. Дальше у меня это будет стрелочная функция. И здесь на входе я буду указывать параметр, также wait. Пусть по умолчанию он равняется 1000 миллисекунд. Дальше. Внутри у нас будет тоже асинхронный код, построенный на setTimeout. Да, мы знаем уже, как с ним работать. То есть здесь у нас первый callback. И сюда мы передаем вторым параметрам, через сколько нам нужно выполнить функционал. То есть здесь я передаю значение wait. Казалось бы, что мы сделали нового? А то, что здесь мы можем все это обернуть в промис. Как это работает? Мы прописываем конструкцию newPromise. И дальше это у нас класс. В конструкторе мы здесь принимаем callback. Данный callback, он принимает в себя два параметра всегда. Это две функции, еще одни. Resolve и reject. И смысл промиса заключается в том, что он оборачивает любой асинхронный код для того, чтобы с ним было проще работать. Смотрите, в чем заключается идея. В том, что теперь внутри этого таймаута мы можем самостоятельно сигнализировать, когда наш промис завершится. Ну, например, спустя вот эти вот секунды по умолчанию я вызову метод resolve. Что будет сигнализировать нам о том, что асинхронный код закончился, и мы можем делать дальше что-то свое. Соответственно, чтобы наша функция вся заработала, мы можем сразу же написать здесь return, ну, либо, чтобы было более понятно, написать здесь constPromise, то есть создать константу, и дальше ее вернуть. В целом это будет одно и то же. Теперь давайте посмотрим на то, что нам вообще это все дало. Помните, да, как мы в прошлый раз вызывали delay, и вот как сейчас. Допустим, я хочу сделать какую-нибудь задержку на 2,5 секунды, и дальше у нас есть возможность через такой вот chain-оператор, то есть через точку, вызвать несколько методов. Например, then. Сюда мы передаем callback, то есть говорим, а что, в общем-то, мы хотим сделать по завершению этой функции. Ну, например, вывести в консоль after 2,5 секунды или 2500 миллисекунд. Теперь, если мы посмотрим на наш код, ждем 2,5 секунды, и мы получаем тот же самый результат. Но теперь у нас есть возможность обрабатывать ошибки и вообще четко контролировать весь этот процесс. Например, в then мы можем создать там какую-нибудь константу, скажем, number равно 40 и вернуть это число. мы можем продолжить эту цепочку then и трансформировать как-то данные. То есть сейчас мы здесь получаем какой-нибудь... Я для разнообразия напишу my number, чтобы вы понимали, что называть эти переменные параметры можно как угодно. Да, и здесь я могу в консоли написать after 2 seconds и вывести данное значение. Да, то есть может происходить цепочка трансформаций и довольно-таки удобно, потому что она декомпозирована на разные логические блоки. Видите, они связываются между собой. При этом, если, скажем, наш асинхронный код выдал нам ошибку, то есть мы можем про это сигнализировать, вызывая не метод resolve, а вызывая метод reject, который мы также принимаем в конструкторе promise. То здесь мы можем написать my error in promise. Для того, чтобы обработать эту ошибку, давайте вначале запустим promise. Видите, мы получили ошибку, которая полностью ломает нашу программу. Но если мы добавим метод catch, да, и при этом он присутствует в любом случае, то есть нам не нужно менять логику вообще нашей программы, то здесь мы получаем некоторую ошибку и давайте выведем ее, посмотрим, что же там нам написали. Запускаем. Видите, вместо того, чтобы ломать программу, мы получаем просто ошибочку и дальше можем как-то адаптировать поведение нашей программы. И также у promise присутствует еще такой метод, как finally, который вызывается в любом случае, когда завершается promise. Допустим, anyway. Несмотря на то, что у нас была ошибка, мы все равно получили данный консоль лог. Опять же, что касается более подробной работы с promise, вы можете найти у меня на канале видео и более детально ознакомиться с этим. Но сейчас я хочу вам привести чуть более практичный пример по работе с ними. Например, у меня будет метод, который называется getData. Это будет тоже стрелочная функция, которая будет возвращать нам promise. Я говорю возвращать, потому что мы сейчас находимся в стрелочной функции и учитывая, что это все будет в одну строчку, нам не нужно писать return. Здесь я пишу promise. Здесь я принимаю только один resolve, потому что у нас не будет здесь ошибок. Ну и давайте здесь мы укажем какие-нибудь числа, например, Fibonacci. 1, 1, 2, 3, 5, 8 и 13. То есть метод getData, он нам будет возвращать через promise вот этот набор данных. Только мы их забыли положить в метод resolve таким вот образом. Значит, дальше мы можем посмотреть, как работать с этим методом. То есть мы получаем getData, then. Здесь мы получаем какую-то дату. Давайте на нее посмотрим в консоли. Мы получаем соответствующие числа, но мы знаем, что они теперь у нас заточены в promise. То есть в теории это может быть асинхронный код, который прилетает нам с API. Давайте только для того, чтобы нам чуть проще было ориентироваться в консоли, я уберу этот delay, закомментирую. И теперь смотрите. Вместо того, чтобы каждый раз работать с этими then, catch, finally и так далее, мы можем воспользоваться современным синтаксисом в JavaScript, который называется async await и позволяет делать как будто бы прям синхронный асинхронный код. Вот. Назову метод async example. И тут смысл в том, что чтобы работать с этим оператором, нам нужно сделать функцию асинхронной. То есть мы сюда добавляем такой модификатор async. Например, я могу дальше подождать, пока выполнится наша функция delay. Пусть она там будет выполняться 3 секунды. И давайте здесь мы уберем опять же ошибку и сделаем resolve, чтобы никаких ошибок у нас не было. И после чего я вызову этот async example. И пускаю. Видите, все отработало. Да, мы не получили пока никаких консоль логов, но во всяком случае с помощью такого оператора мы подождали, пока выполнится эта задержка. Теперь, если мы хотим поработать с данными, например, с методом getData, то тогда давайте тоже, учитывая, что это promise, мы можем написать await. getData. И мы хотим получить здесь данные. То есть раньше мы их получали как вот через метод then, data и так далее. С учетом того, что мы используем здесь await, то мы создаем просто константу data и ждем, пока этот метод выполнится. Дальше мы хотим на него посмотреть в консоли, все ли с этими данными хорошо. И давайте запустим скрипт. Ждем 3 секунды и получаем опять же наш исходный массив. То есть видите, в данном случае мы уже не прописываем эти данные, а все довольно-таки линейно. Но что делать, спросите вы, если нам нужно обработать ошибку, например? Тогда мы можем все это обернуть в блок try-catch. Описывается он таким образом. И дальше мы просто всю нашу логику складываем в блок try. В случае, если все хорошо, тогда мы останемся в рамках этой логики. Если же произошла какая-то ошибка, то тогда мы попадем в блок catch, где мы можем просто вывести в консоли эту ошибку. Сейчас запустим давайте. Видите, все хорошо, потому что ошибок не было. Но если мы опять же сделаем ошибку в нашем таймауте, запускаем скрипт, то видите, мы получаем здесь ошибку в промисе. То есть мы попали в блок catch. Ну и по аналогии также присутствует здесь ключевое слово finally, которое выполнится в любом случае, вне зависимости, там, успешно это было сделано или наоборот с ошибкой. Как видите, мы все равно получаем здесь ошибку, но при этом мы в любом случае попали в данный блок. Что ж, на этом я предлагаю завершить данный быстрый курс по JavaScript. Это было довольно-таки сложно сделать все за один час, потому что язык очень объемный, здесь очень много есть разных элементов, но на самом деле это вся ключевая база, которая есть в языке, и дальше вы можете уже с ней идти пробовать писать свою собственную логику и так далее. Также прошу обратить ваше внимание, что у меня на канале присутствует большое количество уже готовых курсов, как для начинающих, так и для продвинутых, которые более детально рассматривают каждую из этих тематик, и вы сможете научиться, просто смотря видео на этом канале. Поэтому желаю вам успехов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчики, и увидимся в других видео. Субтитры сделал DimaTorzok